приходит ход соперник ходил больше шести минут там есть кейтлин старт заброна с василисками у нас перед этим был серьезный блок с уликом и кентаврами до 19 кентаврами циклопами точнее приходит симка благодаря ей есть нормальный разгон сожалению гарпии не отстроены конечно не очень приятно так и сразу же я вижу блоки что меня не очень-то и устраивает зато есть ускорение сходу рож так грыгит ли троглодитов земля для нас мир ухты на дух уныния на старте пробить не мешало бы но там и брелок и дух и сокровищница гномов так что это под вопросом второй город он не забрал да блин может через него поиграть на нет 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 все таки нет блин бихолдеров и да и нет ладно я лучше пока именно через них попробую сыграть значит так раз мы пока не берем гарпий тоже брать нельзя единичка на делаем через control хорошие оружие подъехала 15 троглодитов пробуем потерять меньше поехали еще и мораль отца хорош единичка на берегу Продолжение следует... Ну что, потерпим? Пятая скорость против пятой, да? Ой, как хорошо, как они единичек кушают. Идет... Меня устроит. Чуть сойдем с дорожки. Ну вот, вполне себе разогнанный герой. Мы запустим сюда на разведку. Ну, кстати, огры шаманы, это та охрана, которую можно попробовать пробить в ближайшее время. Так что это не так уж и опасно, как могло показаться на первый взгляд. Ну, гарпий на разгончик. Еще парочку оставим здесь. Так, милые доспехи подкачиваются. Так, и неприятнейшая битва с хобб-гоблинами. По старой схеме попробуем. Ну, а там как получится. Так, вроде разделились, это радует. Не было бы разделения, были бы проблемы. Да ладно. Уже засранцы. Тут я поспешил, да? Сам подставился. Прикроем хотя бы кроглодитов в таком случае, чтобы их не стали минусывать максимально. По пути есть колодец. Так. Мело передает еще немножко. Ну и вообще, как бы, есть шанс собрать на еще одного героя. Но, как говорится, это не точно. Есть. Собрали. У нас уже больше героев, чем у соперника на старте. Хорошо. О, конюшенка. Вот до нее мне надо очень сильно дотянуться. Но делать это придется через зомби. Я пока лесопилка не нашел. Это проблема. Должно быть на респе еще два города. Случайных абсолютно будет. Если где-то выпадет сытка, было бы неплохо. Можно неплохо отстроиться. Пятая против пятой. Ну, пробуем разделить зомби. Не спешим. Нам это абсолютно не к чему. Угу. Ну, он ходил вторым. Это как раз и повлияло на потери. Хорош. Так, но пока троглодиты очень сильно решают конюшенка. Брелок от Берсерка. Толку мне с него. Кстати, Некрогород. До которого совсем чуть-чуть не дотягиваемся. И остаемся без разгона. Этого героя я предлагаю на разведку сюда запустить. Так, и теперь надо определяться. Покупаем ли мы с вами еще одного героя. Наверное, да. Два героя с мистицизмом. Надо же. Можем попробовать тогда разогнать главного героя. Тоже через конюшенку. До города мы в любом случае не дотягиваемся. Ну, вот это уже что-то. Вот, в принципе, сам город тогда может попробовать именно розики отбить. Какие-то тут хитрые двойные блоки. Между зоной могут быть, да. Так, а вот как раз и один из трыжачков. У нас есть одно внешнее жилище. Так, ну трыжак. Сложно понять, насколько он там хороший или нет. Слишком рано пока делать выводы. А, ну если... Другое, то да. Не, ну если сопернику никуда идти, тогда будем рестартить, конечно. Ну что, поехали бить вампиров. Одного троглогита предлагают нам потерять. Кстати, у нас даже стрелочка есть. Хорош. Троглогиты... Хотя троглогиты по скорости не обгонят. Четвертая против четвертой. Тут еще большой вопрос, кто по кому будет бить первым. Давайте лучше спрячемся. Лучше мы лишнюю единичку греблину сольем. Ну, кстати, не пришлось. Устроить в любом случае надо что? Гарпий? Без них дальше не пойдет отстройка. А вот в этом городе я не уверен, что сейчас надо что-то строить. Ланси все так же побегает, пособирает ресурсы. Сундучок. Хорош. И кристаллики, без которых тут никак. Так, две дорожки вправо. Одна из них ведет к какому-то городу. Вопрос какая? Некроманта, я так понимаю, у меня нет. Да, некроманта нету, а некрошуба лежит. То есть реализовать некрошубку вот это у меня возможности не будет. Так, Розик отдает армию. Предлагаю запустить ее вправо. И все. Мы уже видим, что здесь проход в трежерную зону. Но пробить здесь... Что тут, кстати, по моффпоинтам нормально. Более-менее, скажем так. Пускай пробьет ресурсы, после чего вернет армию назад. Ну и не забываем за стрелочку. Смысла экономить все равно можно нет. Угу. Пошла жара. 5 хп. Эх, забодал все-таки единичку. Пожалел я ману. За это поплатился. Так, сами ресурсы подберем на следующий день. Кстати, охрана вполне терпимая. Рогатых не вижу смысла пока трогать. Угу. 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 Давайте знаете как сделаем. По дорожке в любом случае я поеду. Там уже понятно, что будет второй город. Нелу я прогоню, во-первых, через конюшню. И поеду захватывать тот самый город. Но делать мы это будем уже без самой Нелы. Поскольку Нелла у нас поедет с разведкой влево. Может быть даже что-нибудь толковое там обнаружат. Вот. Ну, прям толкового ничего она здесь и не нашла, надо отметить. Сможет проверить только размер ногобанка. По героям все так же пока впереди. Рудник все так же не захвачен. Призраки. Которых, кстати, можно пока что обойти. Не обязательно лезть на каждый бой. Ну и есть улики, что радует. Бывали случаи, когда их и не было. Города я не вижу, но вижу лесопилку. Да. Да, и там обзорочка будет. Наверное, будем лезть брать хлеб с большой долей вероятности. Золото где-то надо брать. Дерево. Дерево будет. Поэтому, наверное, в принципе, влепить таверну можно. Без особой боязни. И вот передаем на оппонента. Так, соперник пока вроде ничего не захватил. И я не вижу особой прокачки брона. Хотя, может, он и начал уже качаться на самом-то деле. Ресурсы пока худо-бедно успеваем собирать. Что не может не радовать. Так, ладно. Золото золото, но... Пора бы уже захватывать водничок, что мы и сделали. Ресопилка будет захватываться чуть позже. Так. Розик, она должна у нас заняться сбором ресурсов здесь. Раз уж эти ресурсы были отбиты, то они должны быть отбиты не зря. И заодно проверим, что за заклинание. Кроме кожи. Вполне себе хорошо. Очень и очень даже оправдается. Так, ну а теперь склепик. Склепик брать очень болезненно. Я вот думаю, как теперь расставляться. Или, может быть, пока его не брать. Золото пока выше крыши. Если надо будет, на обратном пути возьмем. Так, по дереву вроде тоже хорошо. Часом не безмолвия пошла на третий день. Ну, надеюсь, что город будет довольно-таки хорошим. Я даже повышалочку пока, наверное, брать не буду. По причине того, чтобы просто успеть. Ну так, где же ты находишься, мое-мое. Успеваем забежать. Прям на последнем издыхании, можно сказать. Как-то так. Может начинать уже гильдию магов строить, как думаете? Так, ну во втором городе в любом случае мы поставим столб. А что, если сыграть через поместье вампиров? Это же тоже имба. Попробовать поднятие нежити нарыть. Давайте сначала посмотрим на ресурсы вокруг. Руда какая-никакая есть. Объем перчатки. Дерево вроде много. Давайте посмотрим, сколько нам еще надо будет. На лабиринту идет много руды. Много руды и самоцветов. 10. Получается 5 дерева уже 15 руды. 20 руды и 5 дерева. Ну и по десяточке, да? Блин, 30 руды надо аж нарыть. А при этой постройке руда тоже уходит. Внимание, вопрос, а где ее брать? Ну, кучку мы возьмем раз. Здесь кучку можно будет отбить два. Немножко будет прирастать три. Кстати, у нас еще и сапожки есть. Вот сапожки надо будет тоже забрать. Блин, ну серьезно, я не знаю, что делать. Пока что время в любом случае есть подумать. Поэтому можно поставить префектуру. А вот здесь... Место расположения города тупиковое. То есть в нем даже гильдию неудобно ставить. Может все-таки поставить поместье, а? Блин, ну так хочется через ломпов поиграть на самом-то деле. Но я понимаю, что сделать это будет сложно. Может на второй неделе в них выходить, а пока что не надо. Ну просто надо реально смотреть на вещи. И сразу с ломпами выбежит. Не знаю, ребят, я хочу их поставить. И все тут. Хочу и все. Так, по поводу Синки. Вниз она пробежать не может. Посещено, посещено. Пусть тогда пробежит по повышалочкам, станет на город. Нелечка. Пускай идет за Шакти. Шакти на месте. Ну и все, пожалуй. Да, у него явно качается кто-то другой. И мы понятия не имеем кто. По золоту соперник отстает. Но оно и понятно. У нас в принципе по золоту вообще сейчас никаких. Ух ты, щит. Вы посмотрите. Мы, независимо от того, что нам дадут в гильдиях магов, уже нашли щит, ускорение и камня кожи. Но еще бы найти замедление и цены бы не было. Так, отстраивается лабиринт. Ну и что? Цитаделька. Замок поставить. Это как бы задача минимум. Да, и тогда может быть и по вампирам у нас что-то вылезет. Ну а тем временем, хотя не, вампиров можно попозже докупить, я думаю. Вампиры это не обязательно. Ой-ой-ой-ой-ой, вы это видите? Если это от порталики, то конечно имба. Но я не уверен, что у нас получится. Так, попытка отманить вниз. Шестая скорость против шестой. Поехали. Так, первые палим жертвы. Придется отдавать. Ну и тут уже прилетит удар по трогой. Ух ты! Нет. Как хорошо, что есть аджор. Можно сказать, что практически халявно. Мы сейчас это забираем. Так, ну а на обратном пути, мне кажется, надо пробежать по всем повышалочкам. Что тут за закол? Защита от огня. Сперт тактика. Так, и у меня теперь вопрос. Дотянется ли Нелла? Потому что если она не дотянется, это момент крайне-крайне неприятный. Нет, Нелла хорошо дотягивается. Спокойно разгоняет нашего главного героя. Все хорошо. Так, поехали потихонечку собирать ресурсы. Синку тоже, кстати, надо будет сейчас сюда запустить. Кстати, мельничку-то мы еще не взяли. Интересный момент. Ну и те герои, которые у нас бегали сверху, они без конюшенки. Поэтому, конечно же, по скорости они будут отставать от остальных. Так, ну что-то мне кажется, что руду пока брать нельзя. Кстати, вот еще руда. Есть же. Вот, значит, куда мы за рудой побежим. Так, а если у нас так все складывается? Сытка. Ладно, сначала отсытка и замок, потом все остальное. Пока сложно считать, пока мы не знаем, какого размера будут эти кучки, правильно? Но мы можем поставить таверну, чтобы здесь тоже потом влепить префектуру при желании. А потом уже тоже подумать насчет светоделек. Эх, поместье, поместье. Кстати, можно рынки поставить при желании. Это то, что нам тоже явно пригодится. Соперник говорит, что он слился на серверах. Предлагаю ему загрузить. Да, говорит, можно. Хорошо, тогда грузим. Вообще не вопрос. Стоп, а какой день у нас? У нас что, пятый день только начался? Ну, верно. Очень похоже на то, по крайней мере. Да, кстати, вроде оно. Шакти там все дела. Так, соперник говорит, что все заблочено у него. Редактор субтитров. Ага. 7 штук по 7 говорит в отряде ну если хочет соперник зарестартить в принципе можно говорит да ну ладно так приходит ход у оппонента розик играет он за болото стартовал заброна чтобы побольше василисков был ухты у меня нет разгона ой какая дичь получается ну ладно неужели мне придется гарпи строить если честно не хотелось бы ухты и вот тут надо задуматься может сыграть за луну блин ну это очень интересно реально очень без приколов замедление сразу какая красота чем дальше тем больше нравится так вправо у нас еще открыто блин я до сих пор не знаю что ставить ну придется наверно гарпии жутко неприятный момент когда тебе приходится с самого начала играть не так как ты хочешь так кстати есть сразу же охраны под луну я вижу целых две также есть сила магия под нее же сделаем так и хотя с другой стороны надо кого-то еще вниз запустить пускай это будет ардамон ухты е-мое еще и гриндан пришел что вы творите вы просто не хотите чтобы я качал шакти как главного героя что ли что вообще происходит какая жесть и кого мне делать главным теперь я если честно в растерянности сейчас шакти гриндан капец просто не хватает немножко золота немножко золота попробовать может поехать призраков мочкануть но если так то это скупка под него надо скупкой тогда уже ехать пробиваться лесопилка у нас тут или просто а стоп у нас же есть пачка богов чему нервничаем тогда или может мы вообще наверх пробежимся тут кстати тупик рядом и город должен быть очень близко но эту охрана реально хочется оставить под луну так ну пусть калх тогда разгонит я знаю так ну и вот битва для шакти на следующий день очень замедло благословение тоже кстати топчик по героям мы опять вышли вперед но в этот раз как там как-то все слишком хорошо чтобы это было правда опять слился ладно грузим так и оппонент уже забрал второй город мы в принципе с вами тоже готовимся это делать в плане отстроек идет каменный глаз туда нам пока нет возможности дотянуться вообще никак так еще и направление окажется не таким как нам надо просмотру воздуха ну не все же должно быть шоколадно у нас правильно чушь сундучок то такой маленький ладно блин а у гримлинов там может грыженный стек оказаться не подойдет текст 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 попробуем пять раз два три 4 5 вот так станем вообще не на всякий случай надо поехали хорош даже мана удалось сэкономить для следующего боя со скелетами блин а вот дальше какие охраны пробивать луной даже непонятно как же тут придумать по центру наверно да делаем так да ладно серьезно что ли делаем так кстати я достану же я мои отчет мне кажется мы тут попали скорее всего луна сейчас сольется вот и вот и вот и но мы тут реально на грани ну и на тоненького мы выехали охина тоненького ладно поскольку есть баллиста будем выстраиваться снизу ну мы у у у у у у у у а м Закрываем все проходы. Потери меня вполне устраивают. И там Гог надо пробивать. Из разряда чьи Гоги раньше стреляют, да? Логи наносят урон 4. Хорошо, и как там можно было одного потерять? Скажите мне. Конюшенка. На обратке берем знания. Так, это у нас кал. Укал, кстати, нормально станет. Разгоняем главного героя. Думаю, с конюшенки начнет он ходить. Тут нигде никак не проскочить. К сожалению, поэтому поедет за ресурсами. Что еще делать? Луне желательно бы ману пополнить и силу магии взять. Силу магии возьмем, пожалуй, здесь. Да что ты будешь делать? Сундуки, как назло, маленькие раздают. Кстати, а что если попробовать выйти в эфритов? Пять дерева, пять руды. Вообще это дорого. Но в этот раз хотя бы дерева и руды много. И, кстати, есть еще где отбивать. Эта лесопилка еще не захвачена. Кстати, а рудник тоже не захвачен. Но с рудой проблем вообще ноль. Блин, а давайте попробуем. Но вообще эфриты будут реально не лишними, если мы в них выйдем. Так, продолжается у нас партия против Аугустуса. Уже многое с того момента забылось. И на ходу теперь надо будет вспоминать. Блин, как же я не люблю эти партии сверхзатяжные. Так, ну тут мы будем мешать. Поэтому надо, чтобы сделала луна. Добирать ли силу магии? А она вообще без маны, кстати. А мне надо, чтобы она сейчас брала шахту самоцветов. Ну, в принципе, есть Гоги. Ладно. Тогда и силу магии нет смысла брать именно сейчас. Попробуем придумать наиболее темповый вариант. То есть за минимальное количество действий. Максимальное количество пользы. Повышаем КПД. Пятая скорость против четвертой, поэтому прячемся. До последнего не подходит на прямую стрелу, но это правильно, конечно. Баллиста тоже немножечко помогла. Так, забрали шахту самоцветов. Кстати, не забываем за отстройку города. Ставится часовня. Отстроить два города навряд у нас получится. При всем желании. Еще одна повышалочка. Кстати, давайте ученого возьмем, а вдруг что-то хорошее дадут. Просто брать под шакти не очень хочется. Нечто такое. В чем ты не очень уверен. Так, ну что? Тактика говорит о том, что надо выстраиваться снизу. Понеслась. На баллисту никто не пошел. А, ну, кстати, мы не особо-то и отманивали. Если уж на то пошло. Так, блокируем проход для нижних. Все, с потерей двух единичек спокойненько продвинули оружие. Так, теперь нам надо будет эту армию доставить. О, так мы сюда даже достаем сами. А, нет, стоп, не то. Вот так. Вот так вот мы с вами достаем. Единственное что... Я вот не пойму, а почему я здесь гильдию строил? Зачем? Я собираюсь типа в Эфритов выходить, что ли? Так это же дорого. То есть момент такой очень неординарный, что ли. Так, сундучок, сундучок. Хотелось бы Шакти успеть побыстрее подкачать, ну ладно. Ну, под эту битву, я думаю, что надо сделать пару двоечек, потому что, возможно, там будет грейженый стэк. И он там был. Так что потери, пожалуй, это не худшее из тех, которые могли бы быть. Дальше Орлаш должен забрать армию. К сожалению, разгончика дать нам не с чего. Там внизу виден еще один улик. И того уже около четырех уликов у нас имеется. Так, это мы уже забирали. Будем ли мы заезжать домой? Не знаю. Это вопрос. Едем сюда. И Орлаш не может пробиться, поэтому будем пробиваться с помощью Эрдамона. Надеюсь, что получится сделать это более-менее адекватно. Иначе мы очень сильно подсольемся. 48 штук, ребят. Как думаете? Отдать всех гогов. Ну, вообще, это очень много. Я соглашусь. Поедем захватывать еще один город. Так, это проход в трыжу. Кстати, такое редко увидишь, когда на этом шаблок... Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Блин, заблочено. Но зато нычка. Зато есть топовейшая нычка, которую пока непонятно как брать. Давайте проанализируем сейчас ситуацию по раскладу. Могу ли я себе позволить отстроить два города? Мне кажется, что скорее нет, чем да. С другой стороны, если забрать золотые шахты... То, в принципе, можно... То есть тут врата демонов... Ну, блин, по дереву и руде я уже чувствую проблемы. Поэтому я бы не стал тут так спешить. Хотя по дереву мы немножечко сейчас с вами восстановим ситуацию. В общем, нет. Пока второй город я строить не буду. Приходит ход. Ну что, теперь начинаем ходить в обратном порядке. Мистический сад. Мистический сад. Могила воина дает кольцо жизни. Которое, кстати, под троглодитов заходит очень даже неплохо. Армии становится крайне маловато. Нам не дали самоцветов. Поэтому придется сейчас либо луне, либо шакти добирать. Дает ускорение. Давайте конюшенка. И, наверное, посадим ее пополнять ману. Дальше следующий. Это уже Калх. Добирает самоцветы. Теперь их хватает. Строится лабиринт. Мы имеем возможность заехать внутрь города. Выкупить минотавров. И, возможно, бихолдеров. После чего поехать брать склеп. Правда, брать склеп будет больно. Ну, а что мы можем сделать? Наверное, мало что. В этом случае шакти тогда должен ехать наверх. Получается так. Играет роль просто связующего. Ради темпа, короче, главный герой теперь не качается вообще. Дожились. Давайте тогда через повышалочку хотя бы его прогоним. Так, Акалх должен ехать сюда. Угу. Ладно, сразу отдадим. А поставим под пробивку, наверное, гоблинов в самого Шакте. Но уже на следующий ход. Зато хотя бы нормальный разгончик есть. И на том спасибо. Золотую шахту тоже хотелось бы взять сразу. Не отходя от кассы. Пятая скорость. У зомби, скорее всего, будет третья. Четвертая, точнее. Тут надо подумать. Справа шестая. Тебя, наверное, слева. Как-то вот так. Ну и склепик маленький. Выпадает. Бит ли сразу или нет? Я думаю, что нет. Стреляем. Вейт. Надо зомби, наверное, оставить на месте. А зачем я ударил? Ё-моё. А, или это он сам? Если он сам, тогда ладно. Тогда, в принципе, я типа так и хотел. Отбежали. Вейт. Вейт. Сюда. Хорош. Ну, ладно, не будем рисковать. Пойдёте. Чуть-чуть, может, и не то, что хотелось бы. Ух ты. А если шакти всё-таки поедет сюда наверх? Что если нижнюю охрану пробьёт калх? А шакти верхнюю? Луна пополнит ману, но я, правда, не знаю, как мы её будем использовать. Не знаю. Все вот эти вот таверни, префектуры, что-то мне не внушают доверия. Так, ну, Орлаша, запускаем сюда. Так, приходит ход, и давайте начнём, пожалуй, с основных моментов. Так, свиток с заклинаниями ускорения. Это полезно. Даже очень полезно. И, в принципе, этого героя, наверное, есть смысл. Хотя, стоп, не спешим. Не спешим. Первым делом едет сражаться калх. В третий слот ставим основной стэк. Дальше у нас идут единички. Терять минотавра никак нельзя. Пятая скорость против четвёртой. Мы проигрываем в этом плане. Так, ну что, пока стоим на месте, тогда едем наверх. Тоже становимся выше. Назад. Как-то так. Давай чуточку назад. Так выбегать нежелательно. Тем более, когда у тебя есть преимущество по скорости, как это можно не реализовывать. Тут надо будет дать единичку, чтобы им был смысл бежать по ней бить. Ждём, пока они подойдут. Хорош. И вот на этом мы их и подловили. Кстати, есть возможность забрать ещё один склеп. Здесь же, не отходя от кассы. Попробуем. Здесь ещё один улик, кстати. Вообще, сдача топовая. А как я брал тогда? Вот так. Этих под вампиров. А этих... Справа по центру, что ли. Как-то так, да? Вот тут уже улик побольше. Поэтому и проблемы начинаются более серьёзные с ходу. Так, снимать ли ответочку? Вот тут я даже не знаю. Давайте на всякий случай. А то мало ли. Как показала практика, зря. Скелетов попробуем отвести. Врезаемся. Отлично. Что у нас по здоровью? 34. Но тут, я думаю, бить ещё рановато. Моралечка. Правда, чуть-чуть не в темку. Так, ну тут надо будет их подпустить. Для начала. Вроде бы не подставился. Пятая скорость против. Шестой. Успеем отойти. Отходим. Моралечка тоже очень кстати. По здоровью 34. Ну всё. Как для предмаксимального склепа неплохо. По потерям. И кстати, оказалось, что здесь ещё и внешнее жилище имеется скелетов. Плюс мы видим уже соперника, который, бегая здесь, исследует соседнюю зону. Хм. И что, тебя в гости ждать? Ну, армии вроде немного в наличии. Да, показывает, что это его сильнейшая армия. Он три города забрал уже к этому моменту. Только-только прибежал сюда. Ну всё. Там, получается, уже мне его удивить не получится. Разве что этот центр разведывать. Попробовать. Ясно. Ну что, по пути начинаем всё это дело собирать. Шакти у нас готовится ехать наверх. Поэтому лучше сразу отдать всю армию и арты. Бонусы удачи. Ну, хотя удачу можно и убрать. На всякий случай. Так, у шактира остановка другая. У него есть тактика, поэтому можно себе это позволить. Склеп мы забрали с вами ещё до этого. В плане отстройки, конечно же, строится цитадель. Так, и поскольку соперник бегает тут рядом, мало ли, что у него в голове. Сразу садим единички. Ну, вроде армии немного, но я просто далеко убегаю. Поэтому мне все эти лишние риски сейчас вообще незачем. 50 штук. Думаю, есть смысл расставляться снизу. Даже вот так вот сделаем. Поехали. И большая часть побежала наверх. Уже видно. Прикольно, чём. Тогда закрываемся именно с той стороны. Ну, в потере меня более чем устраивают. Сколько шагов? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. То есть, если я сразу поеду бить, я даже успею шахту захватить. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. но получается что да если поеду сразу то но были на храна то там жесткая будет сейчас ладно как-то крутимся то что всю ману высосут это пол беды ну вот что с остальным делать ладно поехали отлично целых три стека поехали на баллисту прям лучше не придумаешь так по здоровью 33 2 хп надо бить 8 хп 14 хп ясненько ну в принципе потери все равно гораздо лучше чем они предлагали сразу же здесь разгоняемся и собираем золотишко вот по поводу луны я как и думал сложно есть что-то тут придумать ну например тоже можно побегать пособирать золотишко почему бы и нет ну заодно и ресурсы орлаш тут вообще без разговоров едет захватывать лесопилочку без которой нам не жить так а здесь мы просто садимся дома ох и красава нам бы еще одну золотую шахту попробовать забрать было бы очень кстати так он побежал разведывать дальше нам свою очередь надо добирать ресурсы которых вроде как под накопилось прилично забираем водяную мельницу остальные у нас уже забраны к этому моменту прикол шакти это то что шакти надо быстро отсюда убирать и подставлять его наверное вот сюда под так называемое пробитие уликов в ближайшие дни причем если это делать в темп то это должно произойти на следующий день но мне кажется что это будет немножечко сложновато почему бы типа не попробовать проехать к обзор очки армия подъедет чуть чуть позже на шахте и в этом деле нам как раз должен будет помочь калах поэтому ртутная шахта сейчас не может захватываться в принципе из-за этого нарушится темп игры отстраивается замок чтобы увеличить прирост я вот думаю потом может быть нам придется нового героя а хотя было почему нового героя у нас же тут есть луна а джор подулик но если мы говорим о джоре подулик тогда луна должна ближе к этому городу держаться чтобы оттуда как раз этот самый аджор и подвести как вариант стоп у нас еще есть ордамон то есть на место ордамона мы посадим орлаша на седьмой день а сам ордамон он может стать тут в цепочку тем более есть еще даже два не посещенных мистических сада серьезно надо забирать требуется врата демонов и чуть-чуть ресурсов кстати нам нам реально хватит на эфритов попробуем или это сильно я жирно хочу просто это как бы дорого так но он убежал куда-то далеко я теперь даже ничего не знаю о его перемещениях и так аллах кстати а калх то не обязательно чтобы он сейчас армию притаскивал к нам по причине того что шакти же не собирается сейчас воевать правильно правильно значит калх просто сейчас разгонится вот мы с вами немножечко еще разведали охраняемых ресурсов охраняемых ресурсов а так тут не пройти жаль ладно и родам он в любом случае забирает самоцветы в плане того что тут делать мы еще подумаем а тут ну конечно же эфриты и того у нас 4 эфрита будет на второй неделе что я считаю очень круто теперь по поводу луны ночевать ты будешь наверно на водяной мельнице тут посещено орла ж будет ночевать дома стало быть будем ли мы от порталивать троглодитов с вами или не станем просто если мы с вами возьмем портал по точнее внешнее жилище поинтереснее на следующей неделе у нас и шанс появится от порталить что-то более интересное если сейчас от порталим троглодитов то следующая неделя тоже начнется с портала троглодитов что такое себе может быть гильдию тогда влепить потому что нам потом удвоение маны надо будет да да пожалуй так и сделаем давайте-ка выйдем я хочу посмотреть что там нам не дали замедление над а стоп замедление у нас есть тут там дали щиток щиточек это тоже тема так луна на месте на месте на месте причем тебя можно поставить даже чуть дальше это мы уже посещали то есть тупо даже нечего посетить шахти на этот день просто тогда под пробивку встаешь сходу так давай мы тебя тогда как-то вот так поставим типа пробивка здесь пробивка или разбивка здесь или взятие улика потом стражи что делать круг почета обратный что ли но это долго блин не хотелось бы именно так но пока ситуация выглядит именно лучше наверно в эту сторону кстати 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 а почему бы нам не начать несколько иначе здесь целых две кучки золото а тогда мы с цепочки с вами вырвемся это уже проблема нет наверное мы ночуем так фигня какая-то говорит с лесопилкой вряд ли поможет говорит лесопилка говорит далеко блочится эфритами ну да это беда согласен а в в а в Продолжение следует... 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 Мне хватило построить только в родном замке Василиска в цитадели и в рыцарском Мечников цитадели. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...